Отрицательная сальда сегодня 9 миллиардов. Суммарный дефицит торговли товарами с России с 2000 по 2019 годы превышало 120 миллиардов долларов. 120 миллиардов долларов. Это и у вас цифры не слышали. Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала на половину, 5,5%. То есть мы вам, мы 11% всего, что вы импортировали, поставляли вам. Прилично, десятая часть. Прилично. А сейчас всего 5, идет падение. Так что же это за союз? Так что же это за союз? Так вот я вам задаю риторический вопрос. Что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям хуже и хуже? Но вы же это не анализируете. Вам же это не надо. Вам почему-то в России надо показать, что это гиря на ногах. Это на хлебнике. Почему? Лукашенко никакой. Он капризный, как минимум капризный. Чепуха полная. Вы хотите ответа? Да. Я вам отвечу. Вам надо было градус Лукашенко в России понизить. Да зачем нам? А я это у вас спрошу. Зачем? Вы чего боитесь? Мы сегодня говорим о договоре Беларуси и России капризный, не капризный. А помните, когда мы подписали с Борисом Николаевичем соглашение, а затем его модернизировали, спокойно, без гвалта, в договор, он ушел, и мы уже с Путиным обменивались сертификационными грамотами. Я что вам предложил тогда? Еще со времен Ельцина и когда Путин пришел к власти. Давайте реализовывать союзный договор. Время уходит, люди новые появляются. Дальше будет сложно. Мы должны были провести референдум в Беларуси и России и конституцию нашу принять на референдуме. И там была бы и валюта, и президенты, и сроки, и прочее. Может быть подошло время? А почему вы тогда не захотели? А ну-ка скажи мне честно. Скажу честно. Боялись, что Лукашенко будет президентом объединенного государства. Спасибо, что ты это сказал. Я недавно сказал это вашим руководителям. Я по-другому сказал. Вы говорю. Это было? Было. Владимир Владимирович говорит, да, мы виноваты. Мы виноваты, что тогда не пошли. Я говорю, а я тебе сейчас скажу. Володимир, я тебе сейчас скажу, почему не пошли. Вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет. Не то в Питер, не то в Минск ее, не дай бог, утащит. Вот чего вы боялись. Хотя это не стоило выеденного яйца. Время ушло. Упущено безвозвратно. 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 Люди новые. Поэтому сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете. Давайте. Президентом будет этот, парламент этот, этот, этот. Сверху вот это вот сейчас. Все построим. Завтра получим такую вспышку не только в Беларуси, но прежде всего здесь, но и в России. Посмотрите, сколько россиян. Я посмотрел и у тебя. Скажите, Лукашенко не надо с Россией объединяться. Сколько таких людей? А почему говорят? Не потому, что они не любят Лукашенко и Беларусь. А потому, что они боятся, что Беларусь превратится в олигархическую страну. Вот что их волнует. Любой неравноправный союз, империя и прочее были уничтожены. Они просто не существовали. Евросоюз, мы говорим. Да, там есть крупные экономики, мелкие. Но если сегодня Словакия скажет нет, не будет. Если Голландия скажет нет, не будет. То есть при принятии решений там полное равноправие. Понимаете? А нам, если говорят, то даже не намекают, а говорят так. Ну мы большие, а вы поменьше. Нас будет так, как у нас. А я говорю, что нет, давайте сделаем вот что у вас лучше. Сделаем это общим достоянием. Что у нас лучше, давайте сделаем в России.